В Минске сегодня открывается международная конференция высокого уровня борьбы с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий. В белорусскую столицу прибыли представители 55 стран, а также структур ООН, ОБСЕ, Интерпола, ОДКБ, ЮНЕСКО, СНГ, ШОС и других организаций. Первые две подобные конференции прошли в Таджикистане и Монголии. В будущем подобные конференции проведут в Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах и Австрии. По итогу всех конференций в следующем году в Нью-Йорке сформируют общую концепцию. Деловые круги Египта сегодня будут искать новых белорусских партнеров. Встреча пройдет в рамках шестого заседания Совместной торговой комиссии. В Национальной библиотеке соберутся более 80 бизнесменов двух стран. Они представят разные сферы от фармацевтики до сельского хозяйства. Египет важный для Беларуси партнер. Взаимный товарооборот за прошлый год превысил 100 миллионов долларов. Этого помогла достичь кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. А экспорт высокотехнологичной продукции обеспечил нам положительное сальдо. Пекинская опера впервые прозвучала в Минске. Во время Дни культуры Китая на сцене Большого театра представили спектакль военачальницы семьи Ян. С собой артисты привезли свой оркестр, менеджера по сценической работе и мастеров. Всего в Минск прибыли 79 артистов Китайского государственного театра Пекинской оперы. Это одна из крупнейших музыкальных компаний, финансируемых государством. По сути, целый театральный концерн, в который входят сразу три труппы. Одна играет на пекинской сцене, а две колесят по миру.